МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...творчество замечательного бельгийского, потом французского художника-сюреариста Рене Магрита, который в пандам искусству Севадора Тали, отчасти европейских модельнистов, вот постепенно вырабатывал свою собственную живописную практику и настолько продвинулся вперед, что занял в истории искусства место едва ли не самого исключительного художника-рубежа, то есть, сказать, модерного и современного искусства, оставившего человечеству, художественную интеллигенцию и вообще думающим. Мы видим мир своих работ, полный загадок, двусмысленностей и совершенно нетипичных вещей, которые, как бы с одной стороны, и не вяжутся с живописием. Магрита и вообще с искусством пластическим. Хотя, надо сказать, что в свое время прошел достаточно хорошую выручку. В отличие от бесхитростного, слабого в рисунке и в живописи Севадора Тали, обладал изысканным достаточно европейским художественным вкусом, воспитывался на коллекциях Парижа, на коллекциях Италии, знал прекрасное искусство романтизма XIX века, искусство модерна, но вот выбрал совершенно паразитовую стезю, которая к концу 30-х годов XX века оформилась окончательно в то течение, которое мы знаем под именем сюрреализма. Сегодняшняя лекция не является путеводителем по сюрреализму, не является историей искусства, это история, скажем, этого течения, направления, и даже не является такой лекционной формой рассказать биографию художника. В принципе, есть народная мудрость в виде Википедии, я думаю, что большинство из вас спокойно в это уже заглянули или могут заглянуть. И тут достаточно для меня сегодня обозначить несколько тем, несколько вещей, которые, мне кажется, очень интересны в контексте того, что происходит в художественной плоскости сегодня. Ну, во-первых, любимая моя и уже здесь как бы озвученная тема, что есть новизна в искусстве и насколько она имеет свои границы и как бы в пределах чего рождается чувство нового в пластическом смысле. Второй момент – это момент, который так любят все журналисты, критики. Этот момент связан с загадочностью каких-то же написанных образов, потребностью расшифровывать какие-то криптограммы этих образов. И вообще с установкой зрителя, не только профессионального, но и зрителя, так сказать, обычного, повседневного. Вот угадывать смысл. Мы привыкли, что в каждой картине заложена определенная какая-то смысловая палитра. И вообще картина обычно что-то рассказывает. Она обычно о чем-то, не только пластический как, но и что она может передавать. Конечно, в контексте искусства дамы и в Шестаэтии, искусства средних веков, искусства Ренессанса, мы привыкли, что существуют вполне устоявшиеся иконографические схемы сакральных сюжетов. И когда зритель подходил к картине, он, в принципе, опираясь на атрибуцию, опираясь на узнаваемые образы, прекрасно понимал, о чем эта история рассказывается. И вот Магрид, художник, который создал прецедент, конечно, не только он, но его творчество это выражено максимально, создал прецедент, когда видимое, то, что располагается в пределах холста, а здесь нужно отметить, что Магрид художник, который свои инновации осуществлял в достаточно консервативной пластической форме. Это вот картинная форма. Это, как правило, форматные и не совсем картинные произведения, выполненные на холсте, иногда на картоне. И здесь опыт традиционной пластики присутствует. Но то, что мы видим, видимое на холсте, оно как бы не совпадало с теми привычными ожиданиями, которые зритель адресовал к классическому традиционному произведению искусства. И вообще, третий момент, этот момент можно сформулировать так. Магрид вообще поставил под вопрос сам статус произведения искусства и саму природу в этом произведении искусства как картины, как формы картинного видения, как окно в какое-то сокращенное, уходное или человеческое пространство. Хотя человеческое в нем превалировало и было, в отличие от того же самого Дали, не абстрактно понимаемое, а вполне конкретно привязанное к повседневной практической жизни человека как такового. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание, что мы поддержали в процессе лекции, это момент, связанный с изобразительным и визуальным началом. Магрид художник, который оперирует традиционными изобразительными техниками, это масло, это графические техники, это традиционный графитный рисунок, иногда форт, иногда пастель, в принципе художник не изобразительный, как это ни странно звучит. Это художник, в котором видение превращается в плоскость вот абсолютно очевидно зримого, визуального, но вместе с тем эта плоскость заслоняется повседневными клише языка, естественного, потому что он здесь маслаивает картинку на плоскость повседневного речевого существования человека. Иногда за многими его работами прочитываются клише речевые, какие-то постенсивные указующие рассказывания, которые в тот момент, в начале 20 века, были очень популярны. Это, в первую очередь, конечно, доктрина Рудвига фон Бинкенштейна, которая погружала философа и человека в стихию языковых игр. Вот эту стихию языковых игр, можно сказать, Магрин перенес в плоскость визуальную, в плоскость изобразительную. Это связано и с его работой с речевыми клише, явными в виде говорящих надписей, включенных в пространство картинам. Это связано с метафоричностью, очень насыщенной. И мы видим, как эта метафора, причем бесхитсная метафора, разворачивается, особенно в его серии «Влюбленные», в его сериях «Империи света» и многих работах 20-30-х годов. Ну и в-третьих, это, конечно же, его насыщенная кинематографичность. Не случайно образы Магрита, они очень быстро, буквально с конца 30-х, начало 40-х, были расстасканы на рекламные постеры, на кинематографические метафоры в своей области, примененные, в свою очередь, и вплоть до пресловутого Пирса Броснина, который обыгрывал в фильме достаточно комичном и игровом, опыт человека Магрита, которого у самого Магрита назван, так сказать, пафосно, вот этот человек с котелком, который хорошо нам известен, назван бы он вообще архетипический, сын человеческий, образ обобщенный, вместе с тем он достаточно определенный. Поэтому вот это вот сторону его творчества, я думаю, что мы держали все время в голове, когда будем касаться обсуждения каких-то конкретных работ Магрита, а вот их множество, он достаточно плодовитый арт. Но мы остановимся, конечно, на самых существенных, работах, которые носят достаточно показательный характер для вообще того, что мы называем сюрреализмом и того, что мы называем творчеством Рене Магрита. Безусловно, здесь девизом как бы этого искусства становится девиз Тристана Цары, о том, что человека нужно максимально активно и агрессивно погрузить в состояние бессознательного, вот это вот бессознательное, архетипическое, фантастическое, обратить в повседневную жизнь человека, как бы спровоцировать его сознание на игры с самим собой и указать, буквально в смысле пальцем, на ту двойственность мира, которая окружает человека в его повседневном бытии. А с другой стороны, это, конечно, игра, которая очень мило и красиво, так сказать, спровоцирована теоретиком сюрреализма Анри Бретон, в свое время, сейчас найду, достаточно мило и провокативно заметившим, что суть самого простого сюрреалистического акта состоит, вот как Бретон писал, в том, чтобы взял в руки револьвер, выйти на улицу и на удачу, насколько возможно, стрелять по толпе, как это актуально в наши дни. И у того, у кого ни разу не возникало желания покончить таким образом со всей этой ныне действующей системой унижения и оглупления, тот сам имеет четко обозначенное место в этой толпе и живот его подставлен под дуло револьвера. Но вот Магрид, конечно, никаким револьвером не пользовался и целил в человека своими работами, которые, можно сказать, такие же огнестрели, такие же кровоточащие, поскольку каждого смотрящего в эти работы они погружают в состояние двойственности, двойственности, которые и обозначены термином загадка. Загадка Магрид. Ну в чем загадка? Загадка не в скрытом смысле его работ, которые, конечно же, можно интерпретировать достаточно подробно, многословно и пытаться накручивать вокруг его образов большое количество, так сказать, метафор, а загадки, которые как раз таки составляют ядро его искусства. Суть этих загадок вот в чем. Насколько зримыми визуальными способами художник в состоянии спровоцировать активность человеческого сознания, озадачить его и придать картинным формам, ну скажем так, некое зримое пластическое выражение. Здесь очень важен термин пластическое, потому что, опять-таки, повторюсь, искусство Магрид развивается в рамках, в общем-то, традиционного искусства. Ну и, так сказать, напоследок этого отступительного слова я хочу отметить, что в плане стилистическом Магрид очень разный. Мы привыкли к Магриду-сюреалисту, но на самом деле Магрид прошел достаточно сложную стадию своего становления. В начале века увлечения в десятые годы, увлечения импрессионизмом, постимпрессионизмом, новейшими модернными практиками, конечно, символизм. Дальше фабизм Матисса. Повлиял огромное, оказал огромное влияние на него, поскольку здесь под влиянием фабизма Матиссовского толка, формировалась своеобразная линия Магрид, характер его контурных решений. Второй момент, это, конечно, активная доля футуризма итальянского толка в духе Маринетти, когда экспрессия формы, динамическая картинка, как бы, вносится, в общем-то, в достаточно статический формат картинной плоскости. Ну, конечно же, кроме импрессионизма, постимпрессионизма, символизма, футуризма, здесь имеет место часть отголосок дадаизма, да, вот еще близок к модернным практикам начала 20-го века. И как бы в преддверии новых форм искусства уже 40-х и 60-х годов, как бы, Магрид, вроде бы, ступая поверх авангардистских течений, я имею в виду, конечно, и абстракцию, так сказать, лирическую, и новейшие формы кубизма, и новейшие формы посткубизма, да, и вот кристаллизм, ну, вплоть до экспрессионной техники, Ротко, Юмана и так далее, вот он как бы занимает промежуточное положение. Ну, при этом, при всем, конечно же, самое классическое направление, к которому стоит его относить, это, конечно, направление сюрреализма, да, сюрреализма. Замечу только одну очень важную деталь, о которой все время забывают, когда говорят вот об искусстве этого направления, и, в частности, о Магриде. Во многом на формирование вот того особенного способа видения мира и человека в нем, у Магриде, так сказать, оказывает такой художник, как Анри Бруссо, таможник Бруссо, это как бы опрокидывает сюрреалистическую практику в искусство примитива, в искусство, скажем так, раннемодерных обобщенных форм, но надо все время помнить, что это искусство таможника Бруссо и иже с ним, это искусство примитива, вот после открытия примитива Уде, сыграло ту роль, которую можно назвать демиургической. Огромную практику это имело в творчестве Пикассо. Вспомните его аминьонские девушки, да, аминьонские барышни 1907 года, которые почти впреди перейдут с так называемым египетским стилем таможенных Бруссо, Анри Бруссо, и в последующем это повлияло на всю практику художников сюрреалистов. Вот так, как бы, я специально нашел эту фотографию, так, как бы, уже в свои приборные годы, в 60-е годы, умер он в 67-м году, почти как Макеллианжел в свое время, прожил достаточно бурную и активную жизнь, он пару раз возвращался в Бергию, практически существовал в парижских аркуменах, да. Вот он себя репрезентирует очень показательно. Вот тут очень важно, уже начиная с этой фотографии, постановочной фотографии Магрита, вот, очень важно отметить, что здесь перед нами не просто художник, не просто автор каких-то вполне узнаваемых образов и работ, да, вот этот самый человек с котелком, это его работа, на фоне которой он сидел, но вот здесь особый способ самопроявления, самоидентификации, и в отношении истории искусства его очень часто, вот я выписал несколько определений искусства Магрита, которые относятся к различным исследовательским школам, и мне вот достаточно просто произнести ряд названий глав из различных книг, я их рассмотрел в достаточно большое количество, вот, чтобы вы увидели некое сродство отношения к Магриту искусствоведов и как бы общую какую-то доминанту отношения к его искусственным целям. Вот, например, у Михаила Германа «Поэтика невозможна». То есть сразу задается вот такая символика как бы абсурда, гротеска абсурда, вот, которая как бы относится к самой сути вот этого сюрреалистического решения работы. Дальше. Кеннет Кларк. «Зримая форма человеческого духа». Так вот, искусство Магрита, как зримая форма человеческого духа. В данном случае принимается под зримой формой человеческого духа конкретное воплощение вот того бессознательного, о котором говорили цара и о котором писал Анри Бритон. Еще. Карнавальная кинематографическая повесть. Тоже любопытно. Это Гриндер. Дальше. Многозначность и сопоставление. Абсурдизм и видение. Вот, опять-таки, вот я вычленил самые существенные, самые характерные, которые так иначе представляют искусство Магрита. Из всего этого ряда определений мы можем вычленить на самое характерное, а именно во-первых, акцент на идее видения, потому что, действительно, вот как никогда, в картины Магрита надо всматриваться. И картины Магрита требуют не просто, ну, какого-то искусительного, такого живописного, так сказать, видения, которое свойственно ренессансной, допустим, не наороченной картине. Здесь нужно всматриваться в нюансы красочного слоя, в особенности движения линий, в какие-то композиционные решения. Нет, здесь этого нет. Здесь все достаточно плоскостно, все достаточно, в общем-то, графично. Цвета относительно локальные. Но здесь главным становится, конечно, в первую очередь особенность магритовского искусства, которая так или иначе связана с погружением сознания в ситуацию абсурда, в ситуацию двойственности и в ситуацию, в общем-то, ну, нетипичную для восприятия различных форм повседневной классической картины. И в данном случае очень важно, что магнит становится художником. И здесь очень важная деталь, акцент, который я прошу вас сделать на ней. Это, значит, деталь такая, художник, который не теряет связи с предметностью, то есть художник, который оперирует фигуративным началом искусстве, он обращается к конкретным изобразительным мотивам, он строит свои произведения вполне классическим, но вносит вот в этот предметный ряд, в эту фигуративность идею диалога сознания с реальностью, которая трактуется, вот, в обществе достаточно сновидчеством в таком моменте, говоря, ведения, ведения, опять-таки, подсознательного. И уже к концу двадцатых годов, вот, пик его славы, уже сюрреалистический, конечно, приходится на двадцатые годы, но эта слава еще захватывает, так сказать, хвостиком искусство его вдохновителя, можно так сказать, Джорджо де Кирико, приходится на двадцатые годы, и основной работами, одна из которых становится хрестоматейной, вот я с ним как-то начинаю разговор так же, как и Михаил Герман, это «Потерявшийся всадник». Обращаю ваше внимание на то, что названия этих работ магритовских, это авторские названия, в отличие от многих художников, которые названия своим работам не давали, здесь очень важно соотношение говорящей подписи под картиной в виде названия и самой работы. «Потерявшийся всадник» и вообще мотив всадничества будет достаточно часто использоваться магритом, но в данной перспективе живописной, в данном контексте вот эта работа сразу вносит вот ту нотку тревожности и нотку ожидания, которая так или иначе связана с сюрреалистической стилистикой. И тут же, опять-таки, возникает достаточно примечательная оптическая иллюзия, с которой магрит, в общем-то, и начинает царственно шествовать по условия искусства, внося наше традиционное восприятие живописи некую сумятицу и многослойность. С одной стороны, мы видим перспективно трактованное пространство. Его нельзя считать глубоким, оно достаточно обобщенно. На переднем плане этого пространства, которое окрашено достаточно, мягко выражаясь, такие вот локальные обобщенные цвета, которые, конечно же, дяготеют к символическому решению, к символическому празднованию света. Вот располагается фигура всадника, причем достаточно известная, хлистоматийная фигура, которая заимствована магритом из фотографий. Вот потом эту стратегию будет хорошо использовать Фрейсис Бекон, работает по фотографиям. В данном случае была найдена в каком-то профессиональном журнале заметка о жокеях. Использована эта фотография скачущего жокея, которая как бы аппликативно наложена на передний фон. Но этот жокей располагается в галерее таких странных предметов. Вот эти вот, как бы, совершенно кеглеобразные колонны, носящие странный характер, потому что сквозь них прорастают ветви деревьев. Мотив прорастающего начала очень популярен в творчестве Магрита и очень характерен. И вот, собственно говоря, все это дано нам не в виде какой-то реальной живой сцены, а дано в виде вот такой, как бы, театральной сцены, театрального эпизода, некой репризм, прячущейся за характерным для Магрита символом, таким почти штампом пластическим, за таким вот полузанавесом справа, который располагается так выразительно. И этот полузанавес, он будет кочевать во многих работах 20-х, 30-х, 40-х и 40-х годов. И обозначает он не просто то, что обозначает заморец, он не что прикрывает, да? Он обозначает, с одной стороны, некую пороговость переднего плана и того, что за ним располагается. И он вводит, как бы, контекст разговора о природе и искусстве, а любой художник рефлексирует над этой темой, он вводит в контекст разговора вообще проблем подлинного и неподлинного реальности, фантастического и рационального. И, опять-таки, останавливаясь на особенностях живописи как специфического языка, он вводит тематику иллюзорного, оптического и мыслительного начала, которые соединяются, в общем, в идее бессознательного стимулирующего творчества художника. Вот этот вот знамелец как бы сразу обозначивает, с одной стороны, ситуацию нереалистического письма, живописного в данном случае, холст-масло. С другой стороны, он обозначает ситуацию, опять-таки, сценической и картинной формы, которая так или иначе представлена в работах Магрита и часто, часто, часто пытаюсь найти, и часто как бы отражает ту степень двузначности, которая свойственна и характерна для последующего его творчества. Конечно, самые известные образы Магрита, образы, которые рождаются, опять-таки, опираясь на воспоминания детства, его, биргийского детства, да, это образы, которые, удивительным образом любительной цифрологии с ведьмой и милой студенткой, значит, как бы апеллируют к вполне прозаическим реалиям. Это вот бубенцы, которые он видел на ошеи, так сказать, вот кого. Вот эти бубенчики, зон которых сопровождал их с детства, да, вот они как бы локализовались вот в такую, как бы, мыслиграмму, да, всеобщего мироустройства, где акустическое начало, начало пластическое, стереометрическое, как бы, соединяется в единое целое, и вот голос пространства, так называется эта работа 1931 года, вот она, как бы, представлена вообще вот таким удивительно фантасмагорическим, даже фантазийным образом, который, кстати сказать, очень хорошо используют голливудские кинематографы, и часто в фильмах ужасов и фильмах, посвященных нашествию инопланетян, в буквальном смысле цитируются вот эти вот бубенцы Магрита, которые расползаются в причудливые формы космических кораблей, и, по сути дела, взяты все отсюда, да, поэтому вот эта вот кинематографичность Магрита, она, кстати, очень, так сказать, показательна, потому что здесь традиционное вот такое космическое пространство, ну, почти мурбинского или венецианского пейзажа, да, вот Денисский горизонт, где ощущается такая эпичность трактовки пейзажного мотива, вот вдруг вписывается в совершенно непонятную конструкцию, конструкция, которая, ну, вот при незнании современным молодым, в частности, человеком, да, ну, кажется чем-то действительно фантазийным и фантазмагорическим. На самом деле это все очень просто, да, это вот эти вот самые бубенцы, которые, так или иначе, символизируют для Магрита это не голос, почему голос, понятно, бубенцы, а не звенят, да, то есть тут все очень просто, а символизируют не голос реального пространства, и даже не в пространство фантастического, а пространство личного, персонального, это пространство детства, то есть прочитывать эту картину очень просто, это пространство детства, которое замещает, то есть пространство детства мыслительно воспринимаемое, да, которое замещает реально переживаемое природное пространство. И Магрит хочет здесь очень просто сказать, он хочет сказать, что, по сути дела, подлинная реальность человека, не та, которая ему живет, а та реальность, которая питает его личное сознание, причем это сознание опирается на стереотипы архетипа детства, даже если человек его не помнит. То есть, по сути дела, вот эта магритовская стилистика, она в этом отношении как раз-таки оказывается очень показательной, и просматривая, ну, почти все практические работы этого периода, двадцатых-тридцатых годов, можно, конечно, выделять ряд из них, но знаменитым Магрит стал, конечно, благодаря вот этому замечательному произведению «Эта не трубка», «Сене Па Зал Пи», которая прекрасно, так сказать, обыгрывала бельгенштейнерские языковые игры на эту картину бурно отреагировали художники в двадцатых-тридцатых годах, это стало, в общем, такой своеобразной меркой Магрита, но очень важно, что такая работа и вообще сам способ соединения предметной надписи, который, опять-таки, обращает наше внимание в природе вообще живописного творчества как такового, когда картина признается, условно говоря, абсолютно молчалимой сферой духа, вот она как бы без языка, здесь она представляет собой совершенно поразительный конгломерат вообще вот таких вот произведений, мыслей и творчества, когда языковое начало, вербальное начало вступает в непосредственное взаимодействие сначала в визуальное, в контекст, как бы картина в визуальное изображение, и образует собой совершенно новое нечто такое, которое трудно было помыслить в предшествующие годы, и которое невозможно представить не в практике символизма, где должны быть метафорически осмысляемые характерные христианские и мифологические образы, и не в практике, конечно, кубистической, которая любит разлагать предметы, но относится к предмету как к предмету хорошо известного. Это может быть скрипка, это может быть гитара, это может быть какой-то плод, но в данном случае Магрит создает в 20-е годы, а потом повторяет несколько раз в разных вариантах вот эти свои говорящие надписи, картинка, повторяет нечто такое, что опять-таки провоцирует на размышления о природе видимого. В этой работе мы сталкиваемся вот с той загадкой и с той двузначностью Магрита, когда мы не можем, во-первых, ответить на вопрос, что приведет, изображение предмета или сам предмет, как взаимодействует надпись, включенная в пространство картину, и которая вроде бы поясняет этот предмет, причем обратите внимание, здесь есть очень важная деталь, которая тоже часто умолчивает, это рукотворность этой надписи, здесь каллиграфически воспроизведен как бы почерк самого Магрита, вот это вот рукотворчество, письменное творчество, оно отсылает к, вот я не взял свою трубку, бы его хорошо вам показать, но я думаю, что каждый знает, что такое трубка губительная, отсылает к предметности самого вот этого материала, из которого сделана трубка, к ее прогретости, к ее как бы где-то обугивавшемуся краям, к ее вот абсолютно телесному взаимосуществованию с человеческим началом. Но читая это совершенно противоположно, читая мы, что перед нами вообще не трубка. Что же тогда перед нами? И вот тут многие философы, включая гениального Мишеля Фуко, написавшего об этих работах Магрита целую книгу, под названием Эдель Трубка, и заканчивая современными, прекрасными, может не менее гениальными философами, такими как Валерий Подорога или Михаил Янбольский, вот в недальней книжке, которая в прошлом году победила на кримии Гандинского, под названием «Визуальный гнозис». Он рассматривает в нечто подобном, как Фуко Магрита, «Духи искусства Гриши Брускина». В данном случае акцент этих философов заключался на том, что подобная живопись, если ее можно назвать живописью, она, собственно говоря, является ничем иным, как игрой живописи с языком, во-первых, а во-вторых, к желанию Магрита сказать зрителю, что изображение предмета не есть сам предмет. И здесь глубоко философски настроенный Магрит обыгрывает вообще те вопросы, которые, как правило, классичны для вообще традиционного искусства живописи. Что такое предметность? Что такое фактура? Что такое материальность вещей, которая изображается в двухмерном пространстве, а на самом деле она трехмерная? Что такое вообще фон и фигура? Какое взаимодействие имеет фигура и надпись? И вообще, что, по большому счету, является характером нашего видения? И подобные вопросы, по сути дела, располагаются в различных версиях этой сцены предмета и текста. И эти вещи достаточно активно обыгрываются самим Магритом в приеме, названным хорошо Александром Константиновичем Жалковским, Московским и Лос-Анджелевским профессором, удвоением пространства, вообще умножением, удвоением как бы самой идеи. Здесь уже, конечно, видно хорошо, что графическое начало несколько отступает. Магрит вводит не только цитату из собственного произведения, но заметьте, меняет фон с белого на черный, что придает вообще еще более обостренную специфику восприятия этой курительной трубки. Он ее подвешивает в пространстве. И здесь еще одна особая деталь, на которую нужно обращать внимание, глядя на работу Магрита, это любопытная пустотность его работ. Это художник холодной рассудочности, и это художник, который становится, опять-таки, глядя на вот эти его задовеси, часто повторяющиеся, не столько живописцем, сколько, как, опять-таки, очень удачно высказался Михаил Герман, режиссером видений. И вот это видение обращает наше внимание на вообще саму природу живописи. Кстати, вот подобные вещи, подобные формы искусства появляются в истории искусства именно тогда, когда живопись начинает задумываться о природе собственного языка, а художник — о загадках и природе собственного творчества. Не исключаю в работах Магрита большое количество вещей, которые или пародируют процесс творчества собственного, в данном случае всячески обыгранное известные мотивы его работы, комната прослушки слева — это его изображение с яблоком. И здесь можно много-много чего говорить вообще о природе мотива яблока, начиная с яблока Адама, в смысле, или ем как кому угодно, да, заканчивая яблоком раздора, яблоком париться, да, и вот, не говоря о том, что здесь обыгрывается даже не столько само яблоко, сколько обыгрывается, любимое впоследствии моим учителем, академикам Степановым, идея тонкой пленки, кожуры. Кстати, Магрита там очень чувствует хорошо, и первый показывает, что видимая сторона вещей не менее значительна, чем внутреннее содержание, что увидеть видимое, внешнее, поверхностное, в хорошем смысле, этого слова... Потому что поверхность — это не значит, что это плохой, грубый, дурной и как бы необразованный, неограниченный. Поверхностное — это не просто легко схваченный по поверхам, да, вот именно поверхность, внешняя, наружная сторона окажется не менее значима для понимания сути вещей, чем их внутренняя природа. И, по сути, на вот этих вот максимах, на этих стереотипах, вот комната прослушки, достаточно любопытная вещь, да, 32-го года, он, я повторяю, 36-го, да, 39-го варьирует, вот тоже любопытный метафорический прием, когда, что перед нами, да, комната прослушки или комната прослушивания. Аудиальный мотив здесь, ну, может быть, явлен как бы абстрактно, вне прямого присутствия человека. Яблоко не арбуз, по нему, если дали щелчковый звук особого не будет, будет варить палец, но это уже будет не звук, а нечто другое. Но здесь передали гипертрофированное трактованное яблоко, да, заключенное в узкое, тесное пространство комнаты, выложенное кирпичом, да, с придавливающим сводом. И, по сути дела, вот эта вот метафора плода замкнутого пространства, метафора, ну, что такое плод, да, он зарождается, да, вызревает, зреет, протектора обретает свою, как бы, видимую форму, ну, и свои какие-то сущностные качества. Вот, что всегда процесс творчества и вызревания, он достаточно ограничен внешними рамками, внешними особенностями восприятия, как бы, сути вещей. Ну, вот этот мотив яблока, он в творчестве Магрита достаточно симптоматичен, он часто повторяется, и он повторяется вплоть до практически кончения художника, до 60-х годов, вот, вот, 66-й год, одна из предпоследних работ, где, если внимательно посмотреть, то живописное ее качество, как бы, в общем-то, оказывается более выраженное, потому что здесь и тонально обработан предмет, и фактура не такая локальная, не такая выглаженная, и, как бы, вот этот вот каркас, пюраса человеческой, мужской фигуры, одетый пиджак с галстуком, да, вот, рестоматийный образ такого джентльмена из урбанистического сити, вот, она достаточно живописная и пластичная решена, но яблока здесь занимает в безвесии определенном, достаточно специфическом, оно занимает здесь форму голоды. И опять-таки, здесь как бы метафор Магрита абсолютно незагадочный, загадочное соединение, что я хочу сказать. То есть, загадка Магритовского искусства состоит не в самой стратегии метафорического, да, вот, создания образов, а в стратегии соединения, вот, узнаваемых вещей и тех связей, которые рождаются от их, так сказать, сосуществования. И понятно, что яблоко в виде колонны, да, это не просто заместительная метафора, по принципу, не только, так сказать, соотношение какого-то сдвига, да, видового, но и по принципу металимического переноса, часть целая, паспору топа, но и по принципу, собственно говоря, вот, вполне мифологическому, когда плод, рождающий, да, некие зерна внутри себя, так сказать, переносится на восприятие, так сказать, конкретной человеческой личности. Причем интересно, что образы Магрита антропологические, вот, человека подобные, да, очень редко носят физиономическое сходство. И вот так же, как и Дали, вот, в работе 1927 года, в его замечательном антракте из частной коллекции, размеры, я знаю, у вас указаны, вот, значит, играет частями человеческого тела, вот, это вот умение вычленить, да, какую-то сущность, как бы, представить ее как вполне самостоятельную, обыграть метафорически, да, это обычно либо вот многорукие, да, или это вот плечи рукородные и так далее, которые, как правило, находятся в каком-то динамическом, ритмическом взаимодействии, они обращены к сценически выстроенному переднему пространству, которое часто прячется в кулисных таких вот сочетаниях, и опрокинуты, или поставлены перед реальностью какого-то мистического пространства. И любовь к такой мистике, она будет преследовать Магрита практически в течение всей его жизни, и обостренно будет трактоваться в его работах 50-60-х годов, хотя первые замыслы подобного вот обобщенного предметно-пейзажного пространства, в данном случае очень, так сказать, симметричного и достаточно классического для европейского пейзажа решения вот в работе «Аргонская битва» 59-го года. Во-первых, здесь самым первым, так сказать, образом обращает на себя внимание то, что пространство земное оказывается, во-первых, абсолютно обезлюденным, в нем ничего не происходит, и поскольку мы имеем дело с битвой, то мы имеем дело с каким-то реальным противопоставляем, и противопоставляется здесь, как у Куршкина, лед и камень, вода и пламя, то есть как бы мягкое, легкое и плотное, тяжелое, которые находятся в состоянии опять-таки безвесия. Вот это состояние безвесия позволило Балерию по дороге в его замечательной книге «Феноменология тела», которую он посвящает совершенно различным живописным практикам искусства 20-го века, начиная от символистов начала вертода, заканчивая творчеством Сергея Эйнштейна, он как бы отмечает то родовое свойство искусства Магрита, которое заключается в двух противопоставлениях – фигуры и текста, и неважно, текст этот представлен или нет в реальном картинном существовании, и соотношение пустоты и заполненности. Главное, по мнению по дороге, здесь становится, с одной стороны, переход от того, что зрительно и интеллектуально кажутся возможным, к тому, что является, по сути дела, идеальным. А во втором контексте разбора, который делает дорога применительна к искусству Магрита и трактовки этого искусства Мишеля Фуко – это образ пустоты, который, по мнению философов-контрактовов 20-го века, становится для Магрита самопределяющим в его самоанализе как художника и в его личной живописной практике. Я позволю себе немножечко процитировать его в контексте ему вот этой самой ароконской гритвы. По дороге пишет, пустота полагается Магритом не как объект, а скорее как ловушка, зрительная, перецептивная ловушка, в которую мы должны и обречены попасть. В случае это не трубка, а пустота, зияющая между предметом и надписью. В данном случае это пустота, разрывающаяся вокруг вполне реальных форм, атмосферных и природных, геологических, и сдвиге сущностей и стихий для Магрита очень популярных. Но самое любопытное, что для Магрита, по мнению по дороге, я с этим согласен, самая реальная ситуация является ситуацией называния вещей. Потому что Магрит, художник, именой. Ну, номинативный аспект играет самую существенную роль. Но этот аспект представлен весьма непопытным. Он говорит, да, я говорю, это есть не то, что я нарисовал, я полагал, что это есть это, а оно оказывается не это. Вот в этом как бы его такая ловушка. И он сознательно оценивает человека на банальный, остенсивный вопрос, обращенный к самому себе. Это есть что-то, что является реальным или нереальным. И вообще это что-то может быть соотнесено с какой-то формой указания на какую-то конкретную вещь, или оно находится в неком безморфном состоянии расплывчатости, и оно где-то гнездится в моем сознании. И здесь по дороге, кстати, приводит замечательную буддийскую пословицу, которая очень мне нравится, которую я очень люблю повторять. И эта пословица, кстати, очень непопытна в той ситуации, когда человек смотрит на живопись. Она относится не только к искусству магнитов, она вообще относится к истории искусства в целом, и вообще к любой ситуации человек перед картиной. Звучит эта фраза очень красиво. Вы можете указывать на Луну пальцем, но вы должны быть осторожны и не путать свой палец с Луной. Вот это тот самый момент, который магнит как раз таки и вводит в свою плоскость картины, разворачивающаяся как тончайшая кинематографическая лента, как сценическая режиссерская постановка видений, где мы все время находимся в напряженном всматривании, в поиске тех лобушек, которые художник перед нами расставляет. Вот работа 1932 года, пик славы магнитно, 1932, 1933, 1936 года, «Атака». Атака чего? Кого? Совершенно понятно. Перед нами вообще излюбленные мотивы символистов и модернового искусства. Мотивы арки, опять-таки сценической площадки, которая оказывается поднята над каким-то реальным фоном, так сказать, архитектурным. Но это окна, еще одна тема магнитурского искусства, обязательно обозначены медиаторы пространственные, арки, окна, двери. Особенно окна, которые становятся просто навязчивой идеей, окна застепленные, окна разбитые. Причем эти разбитые стекла падают не вне квартирного пространства, а внутрь. Но на них, на этих осколках, обязательно остается изображение того, что человек видит как-то сквозь стекло, а пейзаж Денке кажется совсем не похож на те осколки, которые осыпались. В данном случае перед нами опять-таки театрально-сценическая композиция, где, во-первых, мы видим вполне реалистически, трактованную обнаженную женскую натуру, приносить ее фрагмент, которая дана в виде такой, как бы, изобразительной панели. Это привносит в нее, так сказать, некую скульптурность, так сказать, архитектурность. И магнит очень любит играть архитектурными, скульптурными образами, особенно женскими, и преимущественно женскими. Но тут же мы видим какую-то совершенно непонятную тонну, которая одновременно смотрится и как визуальный прорыв, и в этом отношении очень близок стилистически, стратегически, как бы, магрит, ишелк с его игрой, вот этими всеми визуальными иллюзиями, да, и аноморфозами. И вот этот самый купенец из детства магрита, который будет частым героем его композиты в 30-40-х годах, который, собственно говоря, во-первых, контрастирует прямоугольным членением практически всех основных архитектурно-живописных, скульптурных форм, а во-вторых, становится главным героем этой театральной сцене. Значит, у нас конфликт внутренней и внешней геометрии. Круглая, спорит с прямоугольным, тонально-безликая, во-первых, предметно-изобразимым, что располагается справа, да, а, так сказать, темное, пустое и глухое пространство, оказывается, исподлать, обладает какой-то вот такой замечательной прорывностью, да, в небесную атмосферную стихию, полностью отменяющую вот эту закрытость и замкнутость, коробчатость вообще всех вот таких построений магрита. и перед нами атака, вот, опять-таки, пространств ментальных мыслительных, зримых пространств, устойчивых форм предмета и того, что оказывается совершенно непредставимым в соединении, в один какой-то текст. Но есть еще один момент у нас в данном случае. Что значит обнаженное женское тело, ТОС? Ну, это не только архетипический живописный образ, да, но это, в общем-то, аммаж чему? Это аммаж Курбе с его обнаженной женской моделью, да, где раскрытая лоба, да, округлые формы, где как бы, в общем-то, эротизированная, натуралистически трактованная, низоваря, генитальная, как бы, форма женского организма, да, вдруг приобретает универсальный символ в своем смысловом ореоле и получает название ни много ни мало, как сотворение билетов. По сути дела, Магрит вносит в трактовку вот этих форм, опять-таки, тут же еще, конечно же, отсылка к Сезару, который говорил, что надо создавать искусство, в основе которого лежит устойчивый символ куба, церина и шара, да, из которого и складывается вся картина вселенной и вся живописная основа любого художественного творчества. И, конечно, Магрит становится вот таким замечательным, я бы сказал, историком искусства, таким интерпретатором искусства, который, собственно говоря, придает вот этим, как бы, архетипическим формам, ну, вполне узнаваемый момент. С другой стороны, он, конечно, как художник кинематографического, просто, начала, а вы не забывайте, друзья мои, что бурному всплеску его искусства предшествует, ну, наверное, самая эпатимующая картина. Начало меня, когда-нибудь, тридцатых годов, андалузский пес, созданный в Универе и Дари, где невероятно воплощено в абсолютно новейшую стратегию кинематографического языка, когда из простой движущей картинки она предстала в виде вот такой второй реальности человечества существования, весьма тяжелая, иногда очень декрессивная, но вполне ощущаемая, как реальность. И вот эти вот формы, они очень хорошо освоены Мадридом. Я в перемешку показываю, Леви не так уж много, и рисунки, чтобы вы увидели, что, в общем-то, модерная стилистика его пластических образов вполне, так сказать, классична, и во многом она отталкивается от символистской графической техники, особенно касающейся женской натуры, но линия уверенная, мягкая, достаточно композиционная, пропорционально продуманная. Этот рисунок, конечно, очень интересен в сравнении с теми работами, которые будут появляться в 20-е годы. Вот его работа без названия ничего не напоминает, собственно говоря. Вот это, в общем-то, с одной стороны, влияние абстракции Кандинского и сублематической жиры Ксималимовича, которую он видел в Германии и в Бельгии. И вот, по сути дела, вот тут отголоски дадаизма, футуризма, когда он умеет работать плоскостями, такого Магрита мы как бы себе еще не представляем, а он вполне интересен. Но перед нами опять-таки прорываются архетипы искусства авангардного. Это мотив садников-садницы, мотив коня, вспомните, синий конь в объединении Кандинского и Дэдблау-лайта. Это мотив фигуры, повернутой спиной, что обозначает вполне достаточно харизматическую форму общения зрителя с картиной. Любая фигура, повернутая к нам спиной, это, как говорил отец Павел Хлорецкий в своих исследованиях истории искусства, в первую очередь, нерусской иконы, это всегда разговор на уровне «Я-Он». Это всегда некий указующий момент. Фигура, данная в профит, дает нам форму коммуникации «Я-Ты», то есть она сокращает дистанцию. Здесь все приобретает вот такую кучность и уплощенность трактовки. Часто иногда Магритт привносит в свои метафорические образы конкретные графические, письменные или знаки нотной нотации. Любопытно, что он любит совмещать геометрические и вполне реалистические образы, вот как в этой же работе, тоже 30-х годов, 30-х годов, без названия, где почти, скажем так, опустошенный в духе Каспара Давида Фридриха романтический такой философский пейзаж. Это, кстати, образец живописи, которую связывают с увлечением Магрита творчеством Джорджа де Кирика. Здесь вот тоже мы сравнимся с тем, что имеет название метафизическое в живописи, как в живописи самого Кирика. Перед нами опять-таки какой-то набор пластических живописных символов, которые иллюстрируют некую, в данном случае, неоплатоническую идею. Но, как вы видите, вот в этот вот заборчик, который прислален условно схематизированной женской фигуре, тоже представлены вот эти вот архетипальные для Магрита дубенчики. Он очень экскрессивен иногда, и вот в работах графического тонка он вихреобразен, он достаточно цветен, хотя они представляются бы на такие вот весьма специфические этюбные наброски. Часто он играет плоскостями и пространствами, которые, скажем так, вот становятся своеобразным шифром, вот такой как бы абстрактной каллиграфией. И беззаботность, так сказать, спящего в данном случае, да, это вот некое инобытие. Композиционно она строится практически точно так же, как погребение Грата Аргаса, в этом веке, то есть верхняя, так сказать, верхняя часть, да, это некая высшая форма существования, некое сакральное пространство, прозаическое пространство, не забое, но связано с неким инфернальным, бессознательным. В нем мы видим самые устойчивые образы Магрита. Яблоко, птица, зеркальце, шляпа, бард, свеча, вот, которые часто, ну, естественно, глаз, еще одна метафора, прямая искусство Магрита, вот, которые часто будут повторяться. Тут еще мы видим увлечение вот такой футуристической практикой в трактовке фигуры, и как древний скиф изображал на бляхах золотые пантены, да, вот, и львов с гипертрофированными глазами, вжами, пальцами, когтями, да, когда надо показать мистические, вот, выразительные качества этого зверя, он относится к женщине, соответствующего образом, да, маленький глаз, чуть больше уха, да, ну, в отличие от мужчины, которые выведут и слушают ушами, здесь Магрита наоборот, да, зрительно-слуховое начало, да, как бы поставлено как-то по станет, да, вот, на рот, а сам вот этот вот тип, как-то конструкция опирается на некую механизированную форму женского тела, ну, вот, явно почти в позе Будды, да, наоборот, носовидной, или, в общем-то, в позе такой мистической молитвы, да, адорации, да, и вот эти конструкции, кстати, тоже будут повторяться, ну, получат совершенно такие специфические комментарии, названия, например, белая раса, ну, белая раса, не очень-очень понятно, но, во всем случае, понятно, что перед нами некий европеизированный тип восприятия вообще человеческого тела, и здесь, по сути дела, играет Магрит самой природой перцепции, что важнее, глаз, слух, обоняние или вкусовые качества, он вписан, обратите внимание, как это делается, мало того, что избирается для такой, ну, достаточно графичной, обобщенной, пустотной композиции, пирамидальная форма построения, да, фигур на переднем плане, так все это еще и вписывается в формат Тонда, который изначально в европейском искусстве был связан, а, либо с мотивом святое семейство, либо с мотивом Мадонны с ребенком, как у Рафаэля в Мадонне Конеставине, да, и мы имеем дело с новым сакральным объектом, где гипертрофировано вот освещаются, сакролизируются не чувства, не дела, а их части, это раз, сакролизируются свойства человеческого организма, и вот это вот начало вычленения деталей из целого, и его, как бы, антропологическое, да, гипертрофированное веществление, вот этот тот самый обращающий подпоручика Киже, да, который, на самом деле не существовало ли, мотив Гоголевского носа, да, который рос в чинах и звании, вот ходил самостоятельно, воплощается в буквальном смысле вот в искусстве Магрита, хотя я очень уверен, что Магрит вряд ли когда не лежал в руках мертвые души, хотя Достоевского он почитывал, вот, значит, любопытна игра опять-таки вот этими свойствами человеческой натуры, а это не просто свойства человеческой натуры, это все, что окружает человека в повседневной жизни, это вот самая главная тема Магрита, это тема человек и пространства, пространства жизни, пространства отношений, пространства слов, пространства как бы мыслей, и все это пространство, как правило, холодно-пустотное, и, как правило, оно одиноко, и в данном случае, самое чудесное на тот период, в 30-е годы, рассвет оперного искусства в Италии 20 века, да, где мотив Бельканту становится просто идея фиксы, в ощущении гармонии красоты, вот, трактуется Магритом опять-таки через соотношение совершенно разноформных плоскостей, от овальных, так и цивидных, до полу, так сказать, силуэтно-антропоморфных, читается справа фигура, она напоминает такую своеобразную антропоморфную стелу древности, но на эти плоскости нанесено само название Бельканту. И, как всегда, у Магрита название, данное в лоб, как правило, не, ну, то есть, говорит о том, что мы видим на самом деле. На самом деле мы видим груду черепков, камней и крыш. Интерпретировать эту картину очень сложно, потому что мы не можем, так сказать, найти первоисточник, так сказать, трактовки, она не погружена в какой-то словесный контекст, например, записки, письма, комментарии, комментарии, но, так сказать, тем-то и примечательный Магрит, что отвлекаясь от трактатов Аполлинера, трактатов Бретона, комментариев Цара и, так сказать, коллег Магрита по сюрреализму, это искусство, которое, как первобытное искусство, объясняет само себя и самому себя. То есть для его интерпретации необходим только лишь визуальный ряд, по сути дела, сам контекст визуальный. Мотив всадничества, очень популярный у Магрита, и он проходит сквозной нитью сквозь все его образы, но здесь любопытно то, что всадники-то не жакеи, и достаточно симптоматические всадники, ну, понятное дело, у руля, так сказать, вот этой, положу, где находится человек европейский, 20-го века, оккультуренный, да, такой уже прозеизированный, такой прагматик, человек джентльмен, человек Уолл-стрит, и так далее. Понятное дело, что промежуточной, так сказать, единицей вот этого наездничества становится человек 18-го века. И завершает этот ряд, конечно, антикизирующий, близкий вот такой вот позднеантичной форме, так сказать, вот такой обобщенный образ. Тем самым, по сути дела, представляя нам вот те основные точки культурного развития человека, которые всегда выстрелись вот на границе между современным и архаическим, рациональным и иррациональным, и опять-таки нормативным и ненормативным. Но тут возникает еще одна интрига, весьма примечательная. Ну, опять-таки, пустотный фон, достаточно грозовые атмосферные формы, нюансированные, в тревожных, холодных тонах. Но примечательным становится вообще сама идея вот этой композиции и использование не просто мотивов саднического, а именно такого иконографического решения образа наездника и ком, знающий историю искусства, сразу вспомнит, что, по сути дела, могли очень хорошо владеющие памятниками искусства, по сути дела, цитируют здесь не только конную статую Марка Аврея, не только Гаттамилату Делотелла и, так сказать, Кондотиера Калеони Берутин, но и все последующие наиболее известные скульптурные композиции, которые апеллируют к одному и тому же которые, во-первых, герой, во-вторых, лидер, правитель, управитель. Вообще всадническая тема, она часто героизирована и мифологизирована, потому что она, в первую очередь, связана с мотивом божества, который управляет вот этой самой колесницей. Смотрите, Одинна с его вещами, иконами, да, которые стремятся к открытию тайны поэзии. И здесь, по сути дела, Магрид задумывается о том, что же есть наш герой, какие идеалы дают нам устойчивость в этом неустойчивом, обезбудленном пространстве. И вот эти формы, как бы часто, редуктивируются, повторяются вот во всех своих композициях. Весьма замечательна вот эта композиция «Бог и святой» 1935-1936 года, которая использует харизматический для Магридо образ птицы. Кстати, он использует либо голубя, либо коршуна. Иногда он, допустим, одевает коршуна в человеческий, мужской пиджак. И вот тут тоже достаточно примечательные вещи. «Большая семья», уже поздняя работа, которая оперирует хранью работой в 20-х годах. И, кстати, ее очень трудно использовать почему-то христианских православных и протестантских текстах, посвященных пересказу евангельской истины. Хотя никакого отношения к христианской мотивике это не имеет, любопытны его обезлюденные, устойные пространства, которые, наоборот, опрокидываются в картину ожидания, в частности, его «Большие надежды». Очень экспрессивные, гротесные формы проктовки. Замечательные, опять-таки, обыдывающие те же планы, формы, связанные с повседневным, бытовым и пищевым существованием человека. Мы знаем, что Магрит не только увлекался живоксиографическими техниками, но и обращался к скульптурной пластике. Вот это очень любопытно, потому что всякий выразительный, значительный художник как раз-таки переводил опыт живописного творчества в трехмерную скульптурную пластику. Но здесь Магрита, опять-таки, обращается к практически изукрашенной живописно-скульптурной плоскости и трактует ее не столько трехмерно, сколько как выступающий значительный такой рельеф и трактует он голову. Окрашивая ее вот мотив облачного пространства, опять-таки, намекая, что будущее статуя, так называется картина, растворится в безмерной и безлюдной атмосферной облачности. Значит, у него очень много мотивов будущего чего-то, как правило, стихий, которые трактуются с мотивом прорыва в кулис, вот будущее дня, в данном случае, прекрасно обыгрывает классические формы вот своими замечательными гробами. Он играет так с картинами Мане, например, его знаменитый балкон, с картинами Давида, Мадам Рекамье, сейчас я представлюсь вам, в данном случае, это найти. где, по сути дела, мы сталкиваемся с весьма характерным решением классической живописной формы и его опыты, вот, например, балкон, так сказать, Эдуарда, конечно, где фигуры превращаются в грубо-скороченные гробы. Тут метафора не нужна, все как-то понятно. Пародийно воспринимается и, естественно, Давидовская академическая живность, портрет Мадам Рекамье, где повторено все. От цвета, пластический, нюансированный фон, здесь, как и живописец, Магрид великолепный. Валеры тончайшие, рисунок академичный и очень выразительный. С драпировкой немножечко подкачал, потому что у Давида она более нюансирована, но в целом работа представляет вполне такой академический и выразительный характер. Повторение перспективы, так называется перспектива, повторение портрета Мадам Рекамье, выполненное в свое время грезом, который насквозь академический характер, тоже как бы интерситирует вот эту пространственно-стилистическую соломную среду, в которую погружен, безусловно, человек уже эпохи 20-го столетия. Не говоря о том, что, конечно же, для Магрита хрестоматийным и весьма значительным становится такая метафора, как влюбленные. Есть несколько версий этой темы, но здесь ее можно интерпретировать по-разному. Чисто искусствологически меня привлекает вот эта выразительная пластичность воздушного пространства, хорошо прописанный такой смазанный немножко как бы фон реалистический пейзажный, почти фотографическая первоплавность. Посмотрите, как сделаны драпировки, накерутые на лица. Они очень эмулянсированы, очень хорошо вырисованы и только-только очерчивают объемы головы. Но в содержательном отношении, конечно, такая работа и такой мотив влюбленный, как бы, ну, собственно говоря, опять-таки, как у Фитера Брейгеля старшего, является таким своеобразным визуальным образом передачи метафором, метафора речи, что такое влюбленный, ну, соответственно, потерявший голову, есть такое представление о любви, потерять голову. Потом, вполне очевидным образом, можно трактовать, интерпретировать эту работу, как метафору слепой любви, любящий не видеть, что он не убит в этом отношении, как бы. А самое важное для искусства Магрита, как и вообще для искусства сюрреализма, это то, что любящий, это любимая тема, извините за тартологию, то есть специально ее назвал, чтобы подчеркнуть, любящий обожает находиться в изолированном состоянии, что любить надо себя. И любить другого можно только тогда, когда ты любишь себя, когда ты знаешь себя и любящий в принципе все равно одинок. Вот где Магрита, которая часто повторяется в его живописных композициях и темах этой любви. Магрит ироничнее, например, волшебное зеркало. Что вы думаете перед нами? Девять наприкатим на тракторную вещь, по-французски истописно «pour-ver-men», что означает человеческое тело или просто человеческая фигура. И вот этой, извините, унитазной крышке, как и вообще этому Писсуану, можно сказать, преданно отчетливо антропоножная силуэтная форма человеческой фигуры, это, конечно же, отчасти пародия на великого внушения Марселя Дюшана, который выставил в свое время известный нам Писсуан, ознаменовавший появление в 20 веке уже образцов современного искусства, как искусство готовой вещи ready-made, но вот опять-таки вот этот вот опыт повседневного и реального и реального вот он орицетворен и овеществлен в стилистике конкретной вещи, точно так же, как это представлено в метафорических работах, направленных на собственное творчество. воспроизведение запрещено, а оно здесь воспроизводится. Причем передай мотив абсолютного удвоения и повторения. Прекрасно иллюстрирует в этом плане практику Магрита и дворец занавеси, которые целью, которые точно так же торговывают и внутреннее внешнее пространство. Ну и хрестоматийные сейчас найду работы, проделивающие несколько идей, так сказать, ранних стюреалистических. Вот, например, каникулы Гегеля, что мы думали, что такое каникулы Гегеля, это вот зонтик, истократ с водкой, в пустотном пространстве. Любая философия доводит и безумие. Это, кстати, единственным способом разрешить все ключевые философские вопросы становится вот, вот, спрятаться во что-то и, значит, пустить в себя какого-то замечательного джинра. Капля воды, которая физически материализируется, но на далеком плане мы видим тонущий корабль, и оказывается, что капля воды внешне такая бесхитростная, которая очень приятными такими ледышками обтекает наше тело в жаркое время, оно для кого-то может быть трагично, оно для кого-то может быть судьбоносно трагично, да, и вот эта самая капля воды может превратиться в океаническую бурю, да, катакульта пустыни, где инструментальное начало представлено. Вот одна из самых известных работ Магарита, ключ, поля, где мы видим любимое его окно, обобщенный, опять-таки, пустотный пейзаж, кулисные заровеси, но обманка состоит в том, что как пространство законное, да, оно обращено внутрь комнатного пространства, и получается, что, опять-таки, здесь реализована метафора философская, да, о природе видение, и Мабрид хочет сказать, что мы видим только то, что мы знаем, что расположено там, куда мы смотрим, а не то, что видит наш глаз, и что глаз не более разумен, чем любое чувство человека, ну, и его замечательные, опять-таки, словесные игры, вот, ключ к сновидению, где он обыгрывает предметы, подписывая их в различные имена, несоответствующими тому, что мы видим, да, вот, варианты этой серии, и здесь очень важна разбивка на квадраты, умение выбрать какой-то фрегмент, например, для люн это, почему-то, туфелька, да, с луном, непонятно, да, а десерт, это молоко, так сказать, вот, играя в форуме, ну, часто присутствуют в тревожных, безвестных, вот этих композициях Магрита с архитектурными силуэтными формами, ну, в данном случае, да, вот это коллективное изобретение, по сути дела, метафора безысходности, которая нам известна в нашей речевой практике, как выражение «биться, как рыба, бред», или «выбрасываться на сушу», человек-рыба, здесь вполне зримый, вполне, так сказать, опознаваемо, ну, и очень любопытно, грубо, показать, что, сейчас, найдут обыгрывание искусства Ван Гога, его комната в Орли, вот этот самый лунатик, где специфика освещения и кинематографические строковки фигур дана как бы в покадровом воспроизведении, одна из самых известных рисоматильных работ Макгрейта 30-х годов, которой, по сути дела, символическое искусство модерна завершается, это его настоящее. Америкацы, а также Камара и Венамид очень любят воспроизводить этого Орла. Ну и, безусловно, сейчас найдем вещи, которые кажутся нетипичными. Ну, смотрите, вот, например, охотники на краю ночи, да, чем вам не проектовские сцены или сцены Астада из Голландска по тому же выписи, да, но вот, опять-таки, перед нами образец несоотношения функциональности, направленности, цели и как-то того, что происходит. Охотники никого не ищут, никого не стреляют, они находятся в тупиковом положении и фактически они становятся жертвами. И охотники на краю ночи располагаются, на самом деле, не перед нашими глазами, а этими охотниками становятся мы сами. И в этом отношении вполне замечательная визуальная стратегия, которая столь типична для искусства Мадридра. Ну, достаточно много, да, форм вот его замечательных как бы визуальных обманов, да, вот его известный автопортрет 36-го года названное им предвидение, где, в сути дела, как бы, здесь декларируется опять-таки реальное и реальное творческое сознание и подлинное существование человека, вот этот самый сын человеческий, да, часто интерпретируемый Магритом в различных вариантах, его таинственные варикады и иллюзии света присутствующей, одна из любимых моих вещей это «Тайная жизнь 4», где Магрит почти подбирается вплотную геометрической абстракции, да, и вот этот тот самый шишковакольчик, который часто присутствует в его искусстве, работа 29-го года «Угрожающая природа» становится почти иллюстрацией трактата о сюрреализме Андре Бретона, и вот в этом полотне опять-таки цитаты и любимые символы Магрита, тракон, античный торс и стул, который цитирует стул Ван Гога из соответствующей работы классика постимпрессионизма, ну и безусловно серия работ уже более поздних периодов, в которых как бы природа искусства Магрита достигает удивительной символичности, удивительной значимости и опять-таки которые можно сказать становятся сейчас найду становятся хрестоматийными и вполне знаковыми для искусства Европы в целом, работа, которая ну скажем так дает нам ту чистоту уже не заблудненного сознания, вот обобщенные известные символы полетают лиричность и опять-таки выразительность предметного ряда лишенного какого-то ни было формы человеческого присутствия и человеческого существования. Безусловно, главным же для нас опытом восприятия загадок Магрита и его оптических иллюзий, его живописных форм становится сама возможность поразмышлять о природе искусства в целом, поразмышлять об особенностях так сказать живописного начала, увидеть за пустотным пространством и языковой и пластический смысле и понять что то, что творится художником, то, что создается вот становится знаком времени, оно становится не только опытом нашего непосредственного видения, а оно становится собственно говоря опытом одновременного взгляда, речи и создания какой-то новой реальности. И вот предел невозможного как в этой работе в 20-м году по сути дела Макгрин символизирует, что творческую фантазию художник или человек или модель надо постоянно освобождать, надо постоянно ее проецировать на те жизненные диссонансы, которые на самом деле только и способствуют расцвету этой фантазии и способствуют жизни человека, боящегося омертветь душой, телом и глазом и стремящегося все время подвергнуть испытанию того, с чем соприкасается каждый день, того, что увидит, то, что становится со временем штабом. И вот в этих работах Макгрита, наиболее христианом, наиболее показательным, конечно, мы встречаемся самым значительным опытом отстраненного и отстраненного взгляда на себя и опытом рефлексии по поводу творческого акта в целом, прекрасно подытожился тот же Михаил Герман, словами которого я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Характеризуя живопись Макгрита как своеобразное средство коммуникации живописи с человеком, а также идей и пластических образов, Герман замечает, что же такое Макгрит? А Макгрит это совмещение фрагментов классической картины собственной живописной перцепцией, то есть собственной живописной фантазией, обращение глаза и языка, обращение лица в тело, а тело в собственную часть, холодный и рассудочный эротизм, несомненная кинематографичность, а также близость к научной и фантастичной форме выражения мысли в самой высокой ее пробе. И, собственно говоря, просматривая опыт художника-сюрреалистов XX века, понимаешь, что при всей условности живописного и графического языка, при всей далекости манеры Макгрита от классической живописи, все-таки живопись тут я обращусь к словам Керетокланка, известного английского супстовера, все-таки живопись, как и человек, способна рождать идеи. И это свойство живописи является таким же неотъемлемым свойством ее, как цвет, свет, линия, форма и предметно-содержательность, строй тех произведений, с которыми уже мы с вами в своей повседневной личной творческой жизни вступаем в непосредственное общение. Оно, это общение, надеюсь, будет плодотворным, благодарным, и мы с благодарностью ответим на него каким-то опытом собственного творчества. И этого творчества я вам и желаю в повседневной жизни. Спасибо за внимание. Если вам не понравится, а вы за то, вы можете ответить. Вопросы? Так. Лупо.